Ещё в конце января движение грунта на этом участке спровоцировали обильные осадки и низкие температуры в ночное время. В итоге образовалась поперечная трещина. Движение грунта продолжается и сейчас. В январе здесь установили временные предупреждающие знаки и знаки ограничения скорости до 20 км в час. «Федеральные дорожники предупреждают водителей быть более бдительнее на данном участке, так как данный участок носит аварийный характер». Пока в часы пик здесь случаются затруднения движения, но после прохождения аварийного участка трафик нормализуется. Фрезерование дорожного полотна по двум полосам уже завершено. Поэтому при благоприятной погоде до 18 февраля рабочие завершат укладку асфальта и вернут двухполосное движение. «Данные действия по укладке асфальта несут только временный характер. В последующем управление Упродор-Черноморье планирует произвести более глубокий анализ данного участка». Мониторинг ситуации на данном участке специалисты службы содержания дорог Упродор-Черноморье начали производить ещё с конца декабря. Сейчас они рассматривают возможность укрепить склоны по обе страны федеральной трассы. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей.